Попадая в подъезд Сергея Шведова, сразу понимаешь, что попадаешь не в обычный подъезд, а в настоящую картинную галерею. На каждом этаже художник разместил свои работы. И поверьте, мимо этих работ вы не сможете пройти равнодушными. Рисовать Сергей начал с детских лет и сразу же понял, что для него это главное. Всю жизнь проработал художником. После того, как ушел на пенсию, решил благоустроить подъезд своими силами. Позже подключились и неравнодушные соседи. И вот мы, я, с людьми сделали выставку. По всем этажам повесили картинки. Многие принимали участие активно. Рамки делали. Дети выставляли свои работы. Тематика творчества художника разнообразна. Стены украшают натюрморты, природные пейзажи, животные, корабли. Встречается даже сюрреализм. Видите, глазки он поблескивает. Это кристаллики, чтобы она вам проходила, а она вам раз и подмигнула. Вот. Такая шалость. И все же любимая тема Сергея – натюрморт. Он признается, что именно этот жанр живописи вдохновляет его продолжать творить. Моя любимая тема – натюрморт. Сало, огурчик, хлебушек серый. Вот я и занимаюсь. Очень много таких работ я создал. Здесь у меня картофель нечищенный, а вот на некоторых почищенный уже, сваренный. Я балдею, когда работаю с этой темой. Сергей раскрасил жизнь своих соседей во все цвета радуги. Жители восхищаются творениями художника. Оно и понятно. После превращения подъезда в небольшой музей невозможно остаться равнодушным. Россия, матушка наша, всегда славилась талантливыми людьми. Один из таких талантливых людей, Сергей, живет, мне повезло, рядом со мной, на нашей площадке. Мне очень нравятся эти картины. И мне, конечно, очень приятно, что у нас есть такой художник, который не держит у себя, а именно украшает свой дом и создает нам большой праздник. Творческие планы у Сергея грандиозные. Он не намерен останавливаться и готовится преобразить оставшиеся в доме подъездные. Призываю многих творческих людей, которые бисером занимаются, которые просто рисуют. Люди, делайте что-нибудь, не держите у себя. Более того, художники, у вас столько на полках лежит картин пылиться. Чего они пылятся? Ребята, ну выставите, вас будут благодарить за это. Внесите искусство в народ. Денис Тремаусов, Антон Гребенников, Белгород Медиа.